Всем привет! У нас сегодня Ferrari F12 Berlinetta, достаточно редкая модель для России. Видео будет состоять из двух частей. Первая это про автомобиль в целом, вторая это про поломку и глобальность этой поломки вы сами увидите и в цифрах я вам покажу и расскажу. Ну давайте начнем с того, что на определенном этапе времени это была самая мощная и самая топовая модель у Ferrari. Она имеет 730 лошадиных сил, имеет 12-цилиндровый мотор. Ну и в принципе здесь очень много таких интересных моментов, которые перешли к нынешней модели, именно которая была после F12. Это теперь F12 Superfast, это топовая модель. Ну давайте начнем. Вот я вам сейчас показывал передние крылья. В передних крыльях есть такие вырезы для воздуха. Раньше такие вещи ставили на 599 Ferrari, но они были на задних крыльях. Если кто-то владеет предметом и интересуется этими всеми моделями Ferrari, вы наверное помните, как раз на 599 это было в районе задней форточки, над верхним крылом, так можем сказать. В принципе этот автомобиль достаточно быстрый для Ferrari, для атмосферного автомобиля. Разгон до сотни за 3,1 секунд, это реально быстро. Вот, что еще здесь? Ну, один немаловажный момент, эта машина конечно очень сильно теряет в цене. В принципе, как и все Ferrari, сначала ты ее покупаешь очень задорого, потом теряешь очень много, но потом спустя время она опять начинает расти в цене. В общем, именно эта модель стоила, если переводить на нынешний курс новый 30 миллионов рублей, сейчас такую машину можно купить где-то за 15. Ну, показываю вам багажник, машина по факту хэтчбэк, багажник у нее можно сказать по меркам Ferrari огромный. Видите, в нем лежит сумка с чехлом и помимо этой сумки там еще куча места. Вот задний фонарь, видите, просто чуть быстро показывается видеоряд, не успел вам объяснить. На заднем фонаре в середине стоит стоп-сигнал, он как бы дополнительный, но он является и габаритным противотуманным огнем, это тоже достаточно интересно. И плюсом ко всему там еще стоит камера заднего вида. Такое нестандартное решение, но вот так, если кому-то интересно, это одна из фишек из интересных. Сзади есть тоже прикольная фишка, вот за сиденье, видите, это полка для хранения багажа. Есть специальные чемоданы, которые стоят по 1500 евро, их туда входит два. В общем, этими ремнями ты привязываешь свой вот этот чемодан, два чемодана и можешь спокойно ехать. И даже если ты будешь быстро на ней нестись, то благодаря ремню чемодан никуда не денется и твои вещи будут в порядке. Ну, салон, вы видите, он прикольный, он красивый, достаточно простой, да, то есть нет никакой вычурности сидений, там, как на том же гелике, каких-то ромбиков, кубиков. Здесь все достаточно по виду примитивно, вот, но не забываем, что эта модель стоила безумных денег. В принципе, наверное, может быть, хотелось бы как-то и побогаче, но все равно Феррари подразумевает под собой, что ты будешь на ней, в общем-то, не только красоваться, но и быстро ездить. Поэтому, прежде всего, все для водителя, все для его удобства, ну и, собственно, для эффективности управления. Но, видите, очень интересные воздухозаборники, именно форма их интересная. На предыдущих моделях Феррари было примерно то же самое, но вот в серединке там было колесико, которое регулировало, на нем была лошадка. Сейчас уже лошадки нету, но интересно то, что вот это вентиляционное отверстие, они очень, у них большой ход, и, в принципе, ты можешь направить воздух там хоть на подбородок, хоть на нос, хоть на ухо, куда хочешь. Ну вот двигатель 12-цилиндровый, он внешне очень похож даже на самые старые модели, которые были на 575-й. В общем, на всех вот этих вот больших моделях Феррари внешний вид его очень-очень похож. Здесь вот нарисован, здесь, вернее, не нарисован, здесь приклеено обозначение цвета шильда, здесь он серый, серый Сильверстоун. И вот вы видите, на пластике перед мотором есть такая шильда с логотипом Феррари, и на ней будет серийный номер шасси. Вот интересно то, что у Феррари нумерация идёт с первых машин, которые были выпущены ещё там до Рождества Христова когда-то, и потом просто идёт 1, 2, 3, 4, 5, если, например, у вас там это какая-то 300 тысяч там 50 какая-то, то это вот как раз будет эта машина. То есть здесь никакого секрета в этом обозначении цифровом нету, это просто порядок и номер этой машины, и всё. То есть тут нет как у каких-то других автомобилей, там в цифре там такое-то там зашифровано то, в другой цифре это, ну нет такого. В общем, плавно мы перешли, собственно говоря, к нашей поломке. Вы видите грандиозность всего мероприятия, потому что разбирается вся задняя часть, и плавно перехожу, собственно, к вопросу, что же тут такое сломалось. Ну, здесь сломалась коробка. Дело в том, что на этих моделях это достаточно болезненная часть. Так же, как и на FF, на 458 Италии и на Калифорнии. На самом деле там коробка одна и та же стоит, ну она чуть модернизированная, но в целом плюс-минус там 90% запчастей, они будут идентичны. Может быть, чуть форма корпуса коробки разная, но, в общем-то, детали взаимозаменяемые. В общем, смысл в том, что здесь сломалась одна маленькая деталь, благодаря которой, собственно, дилер приговаривает коробку. Коробка стоит 50 тысяч евро в данной ситуации, по нынешнему курсу это 4,5 рублей. Да, вы вдумайтесь, если машину купил на вторичке за 15 и нужно пятерку отдать за коробку, ну это больно. Ну, как бы, третья часть от стоимости машины, даже для таких машин, ну это реально очень страшная цифра. Ну, у нас, как бы, есть некий алгоритм, как эти коробки чинить. В общем-то, мы их уже научились побеждать. В общем, вот вам показываю, что здесь заболело. Банально просто. Потек вот этот сальник, он совсем не простой. И, в общем-то, меняется вот этот вот кусок коробки, да. Ну, мы его будем менять, потому что он у нас просто есть в наличии. А так эта вещь не детализируется и просто-напросто продается полностью коробка в сборе. То есть, дилер не заморачивается, он вам продаст всю эту коробку за 50 тысяч евро. В общем, мы вот сейчас поменяли вот эту часть коробки. Ну, и, собственно, машина после этого должна поехать и все с ней должно быть хорошо. Но, как бы, еще раз подчеркну, что это не первый, не второй, не третий раз. Это в сезон где-то порядка пяти машин с этой неисправностью приезжают. То есть, в принципе, если вы рассматриваете на вторичке что-то похожее, вы всегда поинтересуетесь, делалось ли что-то с коробкой. Если делалось хорошо, если не делалось, то есть вариант, что это предстоит сделать. Потому что по определенным сборочным номерам можно понять у каждой конкретной модели. То есть, обычно это на первых машинах есть такой, как бы, брак. Вот в данной ситуации как раз это именно тот брак и есть. Но, как бы, я уже вам не показываю, как мы все это ставили назад. Но факт тот, что мы автомобиль победили, все хорошо. В нашем варианте это обошлось гораздо дешевле, чем у дилера. Ну, в общем, на этом пока все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.